Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Алиси Кайряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь все это и многое другое подробно. Институт матери и ребенка награжден Орденом Республики. Высокая государственная награда была вручена президентом Игорем Дадоном в знак оценки заслуг в области здравоохранения, а также за существенный вклад во внедрение инновационных методов диагностики и лечения. Накануне 36-летия Института матери и ребенка президент издал указ о награждении Орденом Республики и медицинских работников учреждения. Глава государства поблагодарил их за высокий профессионализм и самоотверженность. Я искренне хочу вас поблагодарить за вашу деятельность, за то, что вы делаете для будущего Молдовы. Понимаю, что страна, власти должны уделять вам больше внимания и мотивации. Поверьте, что мы сделаем все возможное для этого. Вы являетесь профессионалами, я убежден, что это должно быть оценено на высшем уровне. Сегодня наградами, завтра, послезавтра более высокими зарплатами, лучшим оборудованием. Потому что без этого мы не справимся с теми проблемами, с которыми сталкиваемся. Руководство и сотрудники Института матери и ребенка признаются, что польщены тем, что их деятельность оценили на столь высоком уровне. Как они отмечают, награда станет новым стимулом для еще более слаженной и эффективной работы. Институт матери и ребенка является уникальным для Республики Молдовы. В первую очередь, потому что мы оказываем поддержку самому уязвимому сегменту нашего общества – детям. И, конечно, предоставляем необходимые консультации и помощь их мамам. Я счастлива, что работа коллектива была оценена. Эта награда является высокой оценкой нашей деятельности. И вдохновляет нас и в дальнейшем сохранять доброжелательность и желание помогать нашим деткам. Я не ожидала получить такую награду. Я очень горда. Хочу выразить благодарность за то, что оценили общую работу нашего коллектива. Мы работаем вместе над диагностикой и лечением пациентов. И за дня в день. Институт матери и ребенка был основан в 1982 году. В настоящее время здесь трудятся более 2000 медицинских работников, в том числе 52 научных сотрудника. В учреждении ежегодно проводятся более 10 тысяч хирургических операций. Проходит курс лечения более 40 тысяч пациентов. Медицинскую помощь по родовспоможению получают более 6000 беременных. И еще для 150 тысяч пациентов проводятся необходимые консультации. Валентина Статная, Сергей Леподат, Вести, Молдова. Новости политической жизни страны. Завтра парламент Молдовы соберется на свое последнее заседание. Правда, в неполном составе. Фракция социалистов заявила, что не будет в нем участвовать и назвала нынешний состав парламента самым позорным за всю историю страны. Последней каплей стало сегодняшнее заседание, где парламентское большинство не поддержало ни одну из инициатив ПСРМ. Впрочем, предложения других фракций тоже не вошли в повестку. На последнем заседании 20-го парламентского созыва депутаты проявили небывалую активность. Каждая фракция старалась выдвинуть как можно больше законодательных инициатив. Первыми были коммунисты. Они предложили внести поправки в закон о политических партиях, обсудить вопрос нейтралитета, повысить штрафы за браконьерство. В целом прозвучало порядка 10 предложений. Мы считаем, что для обеспечения безопасности и здоровья учащиеся, которые ежедневно ездят на автобусах в окружные школы, должны обеспечиваться бесплатным питанием. Об этом говорится в нашем проекте. Ни одно из предложений по КРМ не нашло поддержки большинства. Включить свои законопроекты в повестку рассчитывали и либералы. Михаил Гемпов в который раз предложил обязать депутатов изъясняться на государственном языке и ввести документацию исключительно на нем. Как вы можете представлять интересы народа, если не говорите на его языке? Имею в виду на языке коренных жителей. Очень много средств тратится только на перевод документов. Только в парламенте эта сумма составляет миллионы леев. Не говорю уже о правительстве и других институтах. Прошу поддержать этот проект. По этому вопросу у либералов-сторонников не нашлось. С целым пакетом инициатив выступила и фракция ПСРМ. Первым делом социалисты потребовали исключить из повестки проект, предусматривающий внесение поправок в закон о водоснабжении и канализации. Они приведут к повышению тарифа на воду процентов на 30, уточнил депутат Раду Мудряк. Еще две инициативы касались введения моратория на административно-территориальную реформу, а также продажу, приватизацию или сдачу в концессию публичной собственности. Мы считаем, что эти предприятия должны оставаться собственностью государства и что они могут принести государству доход. Учитывая, что мы находимся в конце мандата, предлагаем ввести мораторий на приватизацию и продажу активов государства до назначения нового парламента и правительства. За инициативу ПСРМ депутатское большинство голосовать не стало. Социалисты заявили, что в таком случае им нечего больше обсуждать и покинули зал заседаний. Их примеру последовали и коммунисты, но спикер Андриан Канду остался невозмутим. Есть парламентское большинство и есть оппозиция. Парламентское большинство решает, как руководить страной. Спасибо вам большое. Таков закон демократии. За четыре года фракция ПСРМ разработала и предложила 283 законопроекта, почти половину из которых парламентское большинство так и не одобрило. Это и инициатива о возврате миллиарда и об увеличении пенсии дважды в год, об учреждении материнского капитала, а также важнейшие политические проекты законов, связанные с защитой государственности, запретом унионизма, изменением подхода к образовательной системе. Многие социальные инициативы мы повторно зарегистрируем уже в следующем парламенте. Естественно, мы их уже подготовили. Они обязательно будут приняты парламентом, как и другие законопроекты политического, юридического и экономического характера. После того, как социалисты и коммунисты ушли, в зале осталось 64 депутата. Кворум был и заседание продолжилось, но завтрашнее, последнее в этом созыве пройдет без участия ПСРМ. Об уходе с должности главы Академии наук Молдовы объявил накануне коллегам Георгий Дука. Перенятое решение он объяснил тем, что за последнее время у него ухудшилось состояние здоровья. В заявлении, опубликованном на сайте Академии наук Молдовы, Георгий Дука уточняет, что его решение об отставке с поста председателя совпадает с расследованием уголовного дела по факту доходов его семьи. Он и супруга обвиняются в превышении служебных полномочий и получении незаконных зарплат. Не столько прямые последствия этого дела заставили меня подать в отставку, сколько другие причины. Подозрения и отсутствие ясности в этом деле повлияли на уровень моего давления и глюкозы, и я не хочу, чтобы повторилась ситуация, похожа на то, что случилось в мае. К сожалению, в условиях новых реформ мой опыт как менеджера не востребован. Существуют другие ожидания и прерогативы. Я надеюсь, что когда я перестану быть публичным лицом, юстиция начнет относиться объективно и беспристрастно ко мне и моей семье, и все очерняющие выпады в наш адрес прекратятся. Заявил Дука. Он также поблагодарил своих коллег за совместную работу на протяжении более 10 лет и выразил надежду, что успехи в научной сфере Молдовы будут только расти. Отметим, исполняющим обязанности главы Академии наук был назначен вице-председатель ведомства Ион Гучак. Георгий Дука впервые возглавил Академию в 2004 году. К другим темам. Объективно освещать избирательную кампанию призвал посол США в Молдове Дерек Хоган в молдавские СМИ. Как он отметил в ходе форума МассМедиа 2018, эта мера необходима для того, чтобы граждане смогли сделать свой выбор осознанно, на основании фактов и подробной информации, полученной из прессы. Также в ходе мероприятия Дерек Хоган обозначил ряд проблем, с которыми сталкивается МассМедиа, в частности, недостаток финансирования и ограничение доступа к информации. Дипломат пообещал, что поможет их решению ради оздоровления информационного пространства Молдовы. По его словам, сильный и независимый СМИ – это один из фундаментальных и неотъемлемых признаков здоровой демократии. Продолжаем выпуск. Сильвия Раду не стремится занять должность премьер-министра. В ходе одной из телепередач министр здравоохранения заявила, что если после выборов ей предложат пост, она хорошо подумает, прежде чем на него соглашаться. По словам Раду, сейчас все ее внимание приковано к проведению реформ, причем в правильном, изначально задуманном варианте. Также чиновница сообщила, что вступать в какую-либо партию в ближайшем будущем не планирует. О других событиях, уже произошедших или только предстоящих, в рубрике «Короткой строкой». Проблемы в области СМИ обсудили накануне Андриан Канду и представители ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир. Спикер парламента отметил проекты, принятые в области СМИ и разработанные рабочей группой по улучшению законодательства в области средств массовой информации Молдовы. Стороны обсудили проблемы, по которым Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ может оказать помощь. Посол Румынии в Молдове Даниэл Ио Ницце заявил, что наша страна едва ли успеет подать заявку на вступление в Евросоюз в период председательствования Румынии. По словам дипломата, если государство проявит такое желание, оно потребует тщательной подготовки, которая займет немало времени. Ио Ницце усомнился в том, что молдавские власти успеют с документами и всеми вопросами до 1 января 2019-го. Он считает очевидным, что все усилия будут направлены на выборы. Румыния будет председательствовать в Совете Евросоюза в период с 1 января по 30 июня будущего года. Повысить среднюю зарплату до 11 тысяч леев обязуется будущий избирательный блок «АКУМ». Политформирование, в которое входят партия действий «Солидарность», платформа «Достоинство и правда» и представители гражданского общества, обещают увеличить и пенсии. Накануне в ходе пресс-конференции лидер ПДС Майя Санду отметила, что самым простым способом повысить зарплаты является рост производительности. Она заявила, что особое внимание нужно уделить трем сферам – борьбе с коррупцией, эффективности госучреждений и правовому государству. Политический аналитик Анатол Церану считает, что нынешний парламент не создал условий для того, чтобы переходный период в Молдове завершился. На публичных дебатах он высказал мнение, что хотя действующий состав принял ряд законопроектов, которые гарантируют Молдове экономический рост в 3-5% ежегодно, такой рост свидетельствует о стагнации экономики. Церану заявил, что для выхода на средний европейский уровень темпы экономического развития должны быть гораздо выше. Аналитик усомнился и в том, что достигнутое увеличение пенсий, пособий и зарплат получится поддерживать и в дальнейшем. На 8 месяцев дольше смогли бы жить граждане Молдовы при отсутствии загрязнений в воздухе. На сайте с данными по замерам индекса качества воздуха для жизни опубликовали интерактивные карты стран мира. Выяснилось, что дышать глубже можно в Штефанводе, где самый чистый воздух среди молдавских городов, а самый загрязненный оказался в Белц. Столица занимает седьмое место. Что касается других государств, самым чистым воздухом дышат жители Микронезии, Французской Полинезии, в Королевстве Тонгой и на островах. Больше всего не повезло жителям Непала, Индии, Бангладеша, Китая, Пакистана и еще пяти стран. Молдова занимает 41 место по загрязнению воздуха из 224 стран. Уже скоро принимать пациентов в Центре здоровья района Чадерлонга будут по-новому. В здании ведутся ремонтные работы, после которых посещать его станет приятнее и комфортнее, а прием посетителей упростится. У семейных врачей будут свои отдельные кабинеты, а у медсестер – соседние. Проект реализуется по программе капитальных вложений. Из бюджета Кагаузии выделено более 4 миллионов леев. Планируется, что работы завершат до 25 декабря этого года. Приднестровские гаишники будут объясняться с туристами на английском. Накануне в регионе сотрудники госавтоинспекции сдавали экзамен по иностранному языку. В органах МВД, не признанный ПМР, решили, что правоохранители должны подстроиться под современные реалии и уметь объясняться с иностранцами. На экзамене им пришлось обыгрывать возможную ситуацию из жизни. Тест прошли все. Продолжаем выпуск. Каждый водитель, путешествующий с нейтральными номерами на территории Республики Молдова, обязан иметь на машине опознавательный знак государства – МД. Об этом сообщает Национальный инспекторат патрулирования. Сотрудники НИП, которые обеспечивают безопасность дорожного движения на национальных трассах, в настоящее время размещают наклейки с надписью МД на машинах с нейтральными номерами, находящихся на территории Молдовы. Тем водителям, которые будут игнорировать правила, грозит штраф от 150 до 300 леев с применением двух штрафных очков. Напомним, что наклейки были предложены миссией ОБСЕ в Молдове для бесплатного распространения среди водителей с нейтральными регистрационными номерами. С 1 сентября этого года транспортные средства с левого берега Днестра и из муниципия Бендер, которые располагают справками о постоянной регистрации и нейтральными номерными знаками, были допущены к международному передвижению. Но вернемся в столицу и поговорим о спорте. Пять новых спортивных площадок появятся в Кишинео весной будущего года. По словам председателя Ассоциации СОС «Минор», Евгения Болца от работы уже выполнены на 70%, а проект стал возможным благодаря сотрудничеству с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Генеральной мэрии, а также с Федерацией футбола Молдовы. Также Болца добавил, что в последующие годы планируется создать еще 40 таких площадок в столице. Там дети смогут и в футбол играть, и заниматься другими видами спорта. В будущем на них планируют проводить местные футбольные чемпионаты. А теперь о спортсменах уже профессиональных. Молдавский теннисист Михаэль Стрестян-Стомати завоевал Кубок Микриса. На пути к победе в теннисном турнире первой категории спортсмену удалось одолеть трех румынских игроков. Турнир проходил в городе Брагодиру в Румынии. О других новостях спорта расскажем далее в нашем традиционном обзоре. 12 медалей. На самом большом международном турнире в Румынии завоевали молдавские спортсмены. Борцы клуба «Воевод Номбер Уан» и спортшколы «Криулень» заполучили 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды. Всего в турнире «Джаджмент Дэй-2018» участвовали более 600 человек. Следующим вызовом для спортсменов станет чемпионат Республики Молдова по национальной борьбе «Воевод», который состоится 23 декабря в Кишинеу. С проведения двух перенесенных матчей завершился первый круг женского чемпионата Молдовы по футболу в национальной дивизии. Кишинеу «Реал Сукчез» против «Максимума» сыграл в сухую. В они не иной, наоборот, мячи забивали один за другим. Причем в основном в воротах гостевой команды. Матч «Агариста» Чубручиу завершился со счетом 10-1. На данный момент турнирную таблицу возглавляет команда из северной столицы «Бельчанка», набравшая 19 очков. Далее следует «Реал Сукчез» и «Агариста» у обеих по 16 баллов. Ближайший десятый тур национального первенства состоится уже весной будущего года. Команда «Зимбру» проведет спарринговый матч со своими коллегами и «Зимбру-2», которые участвуют в чемпионате молодежных дублирующих составов, а также в юношеском первенстве Молдовы возрастной категории Ю-19. Товарищеский матч назначен на ближайшую субботу, 1 декабря, со стартовым свистком в 10.00. В знак высокой оценки заслуг в области физкультуры и спорта за достигнутые на международных соревнованиях высокие результаты, каратистам Юлии Калугер и ее брату Никите Калугеру были вручены почетные дипломы президента Республики Молдова. Игорь Дадон выразил спортсменам искреннюю благодарность за повышение престижа страны на международной арене и пожелал им дальнейших успехов. Напомним, что на прошедшем 24-25 ноября в Литве чемпионате мира по традиционному каратэ-до Юлия и Никита Калугер завоевали золотые медали. Футбольная команда «Умутлук» стала обладателем Кубка Гагаузи 2018 года по футболу. В завершающей стадии турнира ей удалось одолеть соперников из Куба КГУ со счетом 5-2. Финалистам вручили памятные дипломы и медали, а чемпиону – традиционный кубок. Всего в ежегодных соревнованиях приняли участие 6 команд из разных районов Гагаузии. Сейчас короткая реклама, сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире «Вести» и мы продолжаем говорить о главных событиях дня. Далее перейдем к основным новостям из-за рубежа. В Москве стартовал международный деловой форум «Россия зовет». На него традиционно съехались бизнесмены и журналисты со всего мира. В первом дне работы форума принял участие президент России Владимир Путин. Он поделился своим видением ситуации в мире и рассказал о своих ожиданиях от поездки в Аргентину на саммит G20. Форум деловой, но большая политика в центре внимания. Американские эксперты спрашивают у Путина, как добиться взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном. Искать точки соприкосновения. Мы к этому готовы, мы хотим этого. Надеюсь, если удастся нам переговорить с президентом Соединенных Штатов в Аргентине, об этом тоже будем говорить. Насколько я представляю, я чувствую, он и сам мне об этом говорил. Вот мы в Париже вместе обедали, сидели напротив друга, в течение часа примерно разговаривали. Насколько я понимаю, президент Трамп настроен в целом позитивно. Надо найти вот эти точки соприкосновения, о которых я сказал. Но это уже не от меня, а от администрации зависит. Найти какой-то общий консенсус внутри самих Соединенных Штатов, который бы настроил всю американскую элиту на такую работу со своими партнерами. Очевидно, вы самая влиятельная и известная личность в России и во всем мире. Как вы думаете, как будет выглядеть Россия на следующий день, после того, как господин Путин покинет политическую сцену? Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираю. Но я могу вам сказать так. Россия уже и сейчас чувствует себя уверенно, самодостаточно, но она открыта к сотрудничеству со всеми нашими партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами. Но пока политический диалог с США оставляет желать лучшего. Вполне объяснимо, что бизнес затрагивает тему дедоларизации. У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас. И те, кто принимают соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше. Потому что такая нестабильность в расчетах в долларах, она вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета. Это результат вот этой политики применения санкций, в том числе и с использованием доллара. В качестве примера Путин приводит поставки комплексов С-400 в Турцию. Если мы будем расчеты проводить в долларах, то эти расчеты не пройдут. Но так мы придумали другой вариант. А сделка все равно произошла. И так будет по любому виду товаров. Это просто один из примеров, который у всех на устах. Российский фонд прямых инвестиций стал настоящими воротами для зарубежных инвесторов. Вот фонд прямых инвестиций взял проект. Его партнер автоматом прямо бум вкладывает деньги. В любой проект, который берет РФП. О чем это говорит? О доверии не только к фонду, но и к российской экономике. Ну и под занавес встречи речь зашла о социальных гарантиях. Пенсии хорошие темы закончить форум, нет? Пенсии будут расти. Красиво. Точно. Это вопрос решенный. И рост, по словам российского президента, будет независимо от того, куда дуют мировые экономические ветра. Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения для девяти украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Черном море. Все они заключены под стражу сроком на два месяца. Дела рассматривались одновременно в трех залах, куда поочередно заводили обвиняемых. Судья выслушивал доводы сторон, после чего выносил решение. Киевский районный суд Симферополя сегодня избирает меры пресечения для девяти украинских моряков. Как и накануне, дела рассматриваются одновременно сразу в трех залах, куда по очереди приводят обвиняемых. Судья заслушивает доводы сторон, после чего выносит решение. В обвинительном заключении отражено нарушение границы организованной группой с угрозой применения насилия. Застегнутые на месте преступления пытались скрыться. Первым вводят Вячеслава Зенченко, старшего матроса контрактной службы. Прокурор ходатайствует о том, что его необходимо изолировать от общества на время предварительного следствия. Судья выносит решение заключить под стражу на два месяца. В соседнем зале в это же время рассматривалось дело капитана третьего ранга Владимира Лисового. Суд приходит к выводу, что обвинение в совершении инкриминированного лесового преступления выдвинуто, обоснованно, так как он застегнут непосредственно после совершения преступления. Сам Лисовой сразу после задержания на допросе заявил, что моряки слышали требования российских пограничников покинуть территориальные воды России, но продолжали движение до тех пор, пока россияне не открыли огонь по кораблю Бердянск. Запросы по остановке по УКВ радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе носит провокационный характер. Лисового, как и остальных украинских моряков, задержанных в воскресенье на входе в Керченский пролив, суд также арестовал на два месяца. Евгений, я вам признаю, что вы нарушили госграницу Российской Федерации. Не слишком охотно общались с журналистами и родственниками задержанных, которые присутствовали в суде. Без комментариев, уйдите. С Украины приехали родители капитана второго ранга Дениса Гриценко. Арестованные украинские моряки теперь будут ожидать суда в следственном изоляторе Симферополя. Пока это 21 человек, но через несколько дней к ним присоединятся трое раненых моряков, которые сейчас находятся в Керченской больнице. Между тем, США внезапно адресовали Киеву неудобный вопрос. Дональд Трамп интересовался, а предупреждали ли украинские военные Россию о том, что их корабли направляются в Керченский пролив. Как подчеркнул американский лидер в интервью газете New York Post, в подобных случаях должен действовать определенный порядок согласования. И почему украинская страна им не воспользовалась, для него остается загадкой. Трамп отметил, что ждет полного доклада по ситуации от своей команды. Центр избирком Грузии объявил окончательные итоги второго тура президентских выборов в стране. Подсчитано 100% бюллетеней. Новым главой государства станет женщина, независимый кандидат Соломы Зурабишвили. Она почти на треть опередила соперника, которого поддерживает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Тот уже призвал людей выходить на улицы. Грузинский центр избирком Кутру обработал все бюллетени и получило, что у Соломы Зурабишвили почти 60% голосов, а у ее конкурента Григола Ваша за чуть больше 40%. Наш выбор – это мирная Грузия, страна свободных и равных граждан. Наш выбор – это диалог с той частью общества, которая сегодня не голосовала за меня и не является нашими единомышленниками. Но мы все граждане одной маленькой страны. Мы живем в одном государстве и должны жить и в будущем. Впервые в истории Грузии на выборах президента понадобился второй тур. Из 25 претендентов остались двое. И от этого каждому из них гораздо больше внимания. Григол Вашадзе в окружении своих сторонников явно нервничает, глядя на монитор. Все время поправляет воротник рубашки. Хочу сказать, мы добились двух результатов. Первый – объединение оппозиции состоялось. Мы не собираемся распадаться. Все только начинается. И второе – этими выборами так называемая власть потеряла последний признак легитимности. Михаил Саакашвили – беглый грузинский экс-президент, которого здесь обвиняют в тяжких преступлениях. Лидер партии, от которой баллотировался Вашадзе. По скайпу из Амстердама привычный клеймит власти призывает в знак протеста выйти на улицы. Потасовки на избирательных участках. Мцхете, Батуми. В Мордеуле сторонники Вашадзе хотели получить копии протоколов, но им отказали. В итоге завязалась драка. Но протесты локальные. Их быстро пресекает полиция. На улицах Тбилиси грузинская мечта, конкурирующая политическая сила, которую возглавляет Бедзин и Иванишвили, начинают праздновать победу. Саламез Рубишвили – первый грузинский президент женщина и последний избранный всенародным голосованием. Следующего с урезанными полномочиями будет избирать специальная комиссия из депутатов, и страна превратится в парламентскую республику. Россия и Китай достигли прорывного успеха в торгово-энергетическом партнерстве. Но потенциал на этом пути далеко не исчерпан. В Пекине участники российско-китайского энергетического бизнес-форума сегодня решают, как сохранить глобальную энергетическую безопасность на фоне санкционных и торговых войн, развязанных Западом. Поставки на поток. Россия в течение года направит в Китай еще 2,5 миллиона тонн нефти. Контракт на полях форума подписал Роснефть. Россия укрепляет позиции лидера нефтяного экспорта в КНР, а общий портфель проектов в энергетике уже 100 миллиардов долларов. Но потенциал далеко не исчерпан. Новыми точками роста российско-китайского сотрудничества могут стать совместное освоение птигазовых ресурсов шельфа в Арктике и на Дальнем Востоке России, развитие судоходства по северному морскому пути. Многообещающе выглядит проект создания на Дальнем Востоке России крупного электроэнергетического комплекса. В условиях протекционизма Китай и Россия, как влиятельные державы, несут важную миссию по совместному обеспечению глобальной энергетической безопасности. Торговые войны для России и Китая, наоборот, могут стать стимулом. Например, Россия может восполнить потери КНР из-за нефтяного бойкота США. Еще в сентябре Китай полностью отказался от американской нефти, а из-за их санкции с опаской относится к иранской. Крупнейшие компании не разместили заказы на нее в ноябре. Это очень сложный вопрос, и торговые трения США тоже влияют на отрасль. Мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества с Россией под руководством лидеров двух стран. Чтобы вывести сотрудничество с Россией на новую высоту, Китай готов использовать новейшие разработки, вкладывать в отрасль надолго и надежно. Роснефть и китайский энергогигант CNPC договорились сотрудничать и в инженерно-технической сфере. Игорь Сечин предложил сделать диалог ежегодным и продолжить его на Петербургском экономическом форуме в следующем году. И новости культуры в завершении международного блока и всего выпуска. В новой Третьяковке состоялась мировая премьера оперы для «Черного квадрата». Действия спектакля развернулись прямо у картин, среди которых и знаменитое полотно Казимира Малевича. Изначально «Черный квадрат» задумывался художником именно как элемент декорации. О спектакле, который зрители в один голос называют самой таинственной премьерой года, в следующем репортаже. Кассы закрыты, смотрители давно разошлись. Но, несмотря на поздний час, в Третьяковке многолюдно. Опера для «Черного квадрата» на несколько ночей превращает музеи в театр, а картины в декорации. Я думаю, не только для меня, а в целом это довольно интересно и, наверное, первый раз такой, чтобы опера впервые показывалась в стенах такого великого музея. Музыка Ильи Димутского – либретто по мотивам футуристической оперы «Победы над солнцем». В 1913 году ее создали композитор Матюшин, поэт Крученых и художник Малевич. Он делал декорации, и в них за два года до появления знаменитого полотна уже был «Черный квадрат». Он закрывает солнце – затмение символа победы, науки и человека над природой. Новый миропорядок без страданий, тоски и даже воспоминаний. Но в этом ли счастье? – просят задуматься нынешние создатели антиутопии. Как говорят сценаристы, полотно Малевича здесь не декорация, а почетный гость. Под него даже подстраивали график репетиций. Должны были совпасть к графике очень многих людей, в том числе по музею, и по картине, которая тоже, я напомню, гастролирует. И сейчас, например, другой вариант картины, он, насколько я знаю, в Ватикане, а ту самую нам предоставили. Шансы увидеть в одном месте тот самый «Черный квадрат» и творение Димутского оперные гурманы не смогли пропустить. Это самобытная очень музыка, которая, конечно, чувствуется там влияние Бриттона и Шостаковича. Но она очень самобытная, и во втором акте просто меня потрясшая. Басэнография тоже здорово. Придумали в этом непонятном пространстве, его смогли обыграть. Ребята потрясающие. Самасшедшие голоса, очень талантливые. Главной интригой вечера было имя режиссера. Его обещали объявить публике в день премьеры. Но тайну пока раскрывать не стали, она подогревает интерес к постановке. Ведь впереди еще три представления. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале. И до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.